Добрый день! Сегодня анбоксинг. И на этот раз у нас кубик 5х5 от компании YJ. Rui Chunk. Самая дешевая пятерка на рынке. Ну, из нормальных. Хотя палатки, наверное, дороже, чем вот эта. Ну, фирменная коробочка от YJ. Как-то добавилась здесь фиолетового цвета. Ну, Rui. Вот эта вот серия там с 2х2 по 7х7. Кубики есть. Какие-то удачные, какие-то нет. Но я решил взять, попробовать пятерку. Остальные пока, наверное, не буду. Вдруг она будет хороша. Откроем. Откроем. Видим сразу кубик. И какая-то инструкция. На всякий случай в нее заглянем. Инструкция. Инструкция. Ну, все очень понятно. Все очень бесполезно. Интереснее сам куб. По внешнему виду сразу замечаем, такие достаточно крупные отверстия. Причем обычно вот возле углов отверстия они побольше. Вот они на вид, по крайней мере, все одинаковые. Цвета яркие, насыщенные. И вроде как все хорошо. Кстати, вращается быстро. Давайте раз перемешаем. И посмотрим, что к чему. Я его уже доставал. Сделал, нанял 3-4 сборки. И поначалу он очень сильно застревал. Такие дикие лакапы на движении средних своих присутствовали. Сейчас вроде с каждой сборкой их становится все меньше. и, видимо, он притрется. Чувствуется бюджетность. Вот эти деньги, которые он стоит, по-недопустимо. Так, вращать можно. Конечно, не хватает магнитов, но от кубика бюджетного магнитов пока ждать не стоит. Компания Eucsyn. Хочет выпустить какие-то версии магнитных паупов. 3х3, 5х5. Посмотрим, что из этого получится. Ну, как-то так выглядит ручанг перемешанный. Давайте попробуем собрать. Так, немножко расползается. Немножко клинит. Немножко зацепляется и лишний слой двигается не туда, куда нужно. Средний слой вращается достойно. Ну, как-то вращается. Но, из бюджетного сектора все-таки кубик Eucsyn будет получше. Уже существующий это Eucsyn Cloud. Он из коробки и сразу же весь хороший. Естественно, Eucsyn покрупнее будет, а это уже не модно. Я думаю, новой версии сделают меньшего размера. То есть, Eucsyn Cloud уже поскромнее размером. Видимо, ну, тенденция идет на уменьшение всех головоломок. 5х5 в том числе. Так, давайте соберем ребра. При движении к ранних слоев такие зацепы появляются. Да, цепляются. Локапчик есть. Ну, я думаю, к ним при желании можно привыкнуть. Уж первые вращения, которые я делал на этом кубике, прям были катастрофически неприятными. У меня уже дня два как приехал, я открыл, делал пару сборок и положил обратно. чтобы было не до него. Лишний слой провернулся. Ну, разъезжает из-за того, что я привык к магнитам. Возможно, в более умелых руках это будет не так. так, подошли мы к этапу 3х3. Посмотрим, как он ведет себя здесь. Ну, да, тут чего-то не хватает немножко. в принципе, вращается допустимо и для новичков этот кубик вполне подойдет. это, видимо, обратная резка она совсем нулевая. Да, и вот из-за обратной резки углов все так и печальненько. Ну, в общем, в общем, опять же, очень дешевая головоломка. Да, да, вот именно на этапе обратной резки затревает. Дешево, сердито, но допустимо. То есть, если у вас нет 5х5, совсем вы хотите попробовать, что это такое, то это можно приобрести. Он не лучше, чем Yuxin Cloud. Не лучше. Возможно, он разработается и станет приятнее. То есть, более компактный размер, конечно, дает ему пара очков плюс. Но Yuxin Cloud это просто вот берешь и вращаешь и получаешь удовольствие. То есть, я этот кубик беру как запасной к своему Аучанг ВДСМ. Да. У меня калорных пятерок мало и ну, чтобы цвета не путались беру такой с собой и все хорошо. Знаю многие там поставили у него магниты и собирает им как сновым. То есть, настолько он хорош и недорог. Этот, конечно, сильно дешевле и это чувствуется, но для самых начинающих вполне подойдет. Молодцы. компания YG делают доступные головоломки удовлетворительного качества, скажем так. В этой серии ну, вот такого качества четные кубы я бы покупать не рискнул, поскольку к этому есть нарекания некоторые. Так что шестерку наверное покупать не буду. Ну, пятерку крутить можно. Ну, на этом наверное все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры